Что-то делитесь? Так, слушаем. Рада всех видеть. Сегодня мы поговорим о эмоциях. И о диагностике этих эмоций мы начнем с персоналом. Это про кадровый эфор, это про оценку персонала и о том, как же все-таки определить, какие люди нам нужны, какие люди нужны работодателю и на что обращать внимание при этом. Учитывая то, что времени немного, я буду кратко, я несколько сокращу свой доклад. Что такое эмоции, наверное, каждый из вас знает и имеет определенное представление. В классической психологии эмоции определяются как переживание человека в данный момент и отношение свое к чему-либо. То есть это отношение свое к нынешней ситуации, а также к будущей ситуации, отношение к самому себе, к окружающим и так далее. Значит, хотелось бы сказать немножко, обозначить роль эмоций в человеческой жизни. Почему мы чувствуем то или другое. Значит, существуют такие основные роли эмоций. Это отражательная акция, ночная роль эмоций. То есть мы воспринимаем мир через призму того, что мы чувствуем. То есть через свою систему ценностей, через свою систему отношений. Управляющая роль эмоций. То есть эмоции во многом управляют нашим поведением. Это они как бы определяют, скажем так, после того, как мы оценили хорошо это или плохо, мы приступаем к действиям. То есть к определенной эмоциональной реакции, привлекущей какие-то конкретные действия, которые управляют нашей жизнью. Также защитная функция эмоций, мобилизирующая функция эмоций, компенсационная, сигнальная и так далее. То есть функций у эмоций довольно много. Они как помогают, нам же и так порой мешают. И сейчас мы перейдем все-таки к тому, как же эти эмоции оцениваются в менеджменте персонала. И я расскажу о наших авторских методах, которые были разработаны на базе существующих. Значит, один из этих методов – это модифицированный всем вам хорошо известный метод незаконченных предложений. В классике он вышел из психоаналитической теории. Он применялся психоаналитиками для оценки глубинных переживаний человека, для оценки ранних переживаний. И, скажем так, он позволял получить доступ к бессознательному человеку. Учитывая то, что в подборе персонала нам, как правило, не нужно лезть в глубоко в бессознательное человека, потому что хоть мы и психологи, но то, что мы там найдем за два часа собеседования, можно и не обработать. Поэтому мы рассматриваем этот метод больше применительно к трудовой сфере. Значит, в классике метод проводится путем бланковых опросников. То есть это предложения, которые предъявляются испытуемому или клиенту, он их заполняет и, соответственно, психолог потом отрабатывает и анализирует их. В нашем случае это происходит в вербальной форме, то есть просто в процессе собеседования мы с человеком, можно сказать, играем. То есть я предлагаю такую игру. Сейчас я буду начинать предложение от вашего лица, а вы будете это предложение заканчивать. Что касается того, какие именно предложения мы предлагаем. Значит, в первую очередь это предложения, связанные непосредственно с трудовой деятельностью. То есть такие, как мой начальник – это человек, ну и дальше, соответственно, кандидат наш продолжает. Или мои коллеги – это люди, которые, вот, я отношусь к своей работе, больше всего интересно для меня. Вот, просим отвечать быстро, не задумываясь, то есть как можно более динамично, чтобы, скажем так, человек не успевал вот эту социальную, как бы, реакцию, социально адаптивную, точнее, не адаптивную, а как бы социально желательную реакцию, чтобы он не успевал она пройти, и как бы и человек выдавал слова. Иногда не получается в том плане, что он на некоторых проблемных темах человек начинает тормозить, скажем так. То есть ему задаешь, начинаешь предложение, а он его закончить сразу быстро не может. То есть это означает, что в этой области есть над чем подумать, есть в чем покопаться. То есть что-то, какая-то мысль у него возникла, его нужно перехватить и дальше, собственно, уже развивать беседу. Что касается того, на какие же группы делятся предложения, которые мы предлагаем объявлять. Это вопросы о самой работе, как я уже сказала. То есть идеальная работа – это я всегда мечтала работать, и чтобы он продолжил. Следующий – это вопрос о трудовых взаимоотношениях, то есть именно о отношениях с коллегами. Чаще всего коллеги ко мне относятся, или в моем коллективе есть люди, которые, ну и так далее. Вопросы об эмоциях – это отдельной группой, то есть вопросы общего характера, приблизительно от такого плана. Я радуюсь, когда? Или меня выводит из себя что-либо. Значит, следующий – это вопросы о системе ценностей. То есть самое важное для меня, больше всего я мечтал о том, чтобы, мне всегда хотелось быть, и так далее. Вот как бы вкратце этот метод. Следующий метод, который в классике – это метод оценки уровня притязаний личности КОПы. Вот, наверное, многие, как бы кто работал с персоналом, да и в других сферах, с ним знакомы. В чем заключается этот метод в классике? То есть это оценка уровня притязаний. Перед испытываемым выкладываются задачи карточки с номерами задачи. Говорится, что карточка номер один – это самая простая задачка, карточка номер двенадцать – это самая сложная задачка. Вот, дальше смотрим, за какую задачу он берется. Психолог в этот момент стоит с секундомером, вот, и читает задание. Допустим, взял там искатуемый пятую карточку. Он читает, назовите пять деревьев на букву «А». И делает вид, что засекает время. На самом деле время не засекается, то есть, как бы, психолог произвольно регулирует, моделирует ситуации либо успеха, либо неудачи. Вот, таким образом, то есть в классике дальше строится график, существует формула обсчета, как бы, по которой определяется, в общем-то, уровень притязания и динамика этого уровня притязания. Ну, как мы его, как используем его в своей работе мы. То есть, главное – это наблюдение. Мы смотрим, как человек реагирует. Когда у него получилось, когда у него не получилось, когда мы ему предъявляем две, три, четыре неудачи подряд. Или, наоборот, два-три успеха. То есть, что происходит с ним, с его мимикой, жестами, с его эмоциональными реакциями. Вот, то, как он реагирует на эти, на эти вот наши задачки, это модель его будущего, скажем так, будущего в работе. Вот, то есть, это значит, что примерно так же он будет реагировать и на неудачи в глобальном масштабе, то есть, на то, когда он не сможет решить какую-то сложную ситуацию, на то, когда будут конфликтные ситуации и так далее. То есть, это вот как бы два таких метода, которые мы немножко адаптировали в классе. Теперь о методах, которые, ну, несколько новые, то есть, применяются не так часто. Значит, первый метод – это метод кейса, то есть, метод игровых ситуаций. Вот, значит, как обычно проводится этот метод? Какой ему нужно два психолога или два ИЧА, то есть, двое человек, которые будут наблюдать за этим всем действием. Один, собственно, который назначает собеседование и ждет этого собеседования в кабинете, в то время как кандидата просят некоторое время подождать в общем зале. В общем зале могут быть и клиенты, которые там приходят и происходит процесс работы. В общем зале может свидетель отдел кадров, то есть, другие ИЧАры, которые тоже там заняты каким-то делом. И, собственно, дальше основная задача лежит на них. Дальше уже все зависит от того, что именно мы у человека хотим проверить. Мы хотим проверить его способность быстро реагировать. Срочно моделируем какую-то ситуацию. Там, например, у секретаря что-то случилось, она отходит и объясняет человеку, что вам нужно отвечать на звонки сейчас, быстро рассказывать буквально в двух словах, что нужно ответить. Сама в это время уходит, ну и, собственно, психолог, который ожидает в кабинете, звонит человеку и слушает, как он отвечает на телефон, что он обвалит клиентом и так далее. Либо же коллектив, находящийся в общем зале, занят решением какой-то трудной когнитивной логической задачи. И, собственно, предлагают кандидату, пока он ожидает поучаствовать. Ну, то есть ситуаций, на самом деле, очень много. Если кому интересно, как вы можете подойти ко мне, можете там, не знаю, придумать, смотрите в интернете. Следующий крафт-метод, который мы затронем, это метод полиграфологического опроса, то есть опроса с использованием детектора лжи. Как бы данный метод применяется в нашей стране не так давно, то есть около 10 лет. Существует масса полиграфологических школ, которые этим всем занимаются. На самом деле, дело, вся ситуация пошла с древности. В древности были такие испытания, которые позволяли человеку определить, позволяли человеку, значит, определить, грубо говоря, виновных и невиновных. То есть как это отличить? Эту проблему древние китайцы решали с помощью рисовой муки. Им было известно, что когда человек нервничает сильно, у него пересекает ворту, то есть слюноотделение становится меньше. Соответственно, всем подозреваемым давали набрать в рот этой рисовой муки, после чего задавали им вопросы, на которые они должны были как-то эмоционально реагировать. В итоге, у кого эта мука оставалась наиболее сухой, тот считался виновным. Но метод, конечно, зверский. Там же в древности тоже другие умельцы решали эту проблему при помощи осла. Они намазывали ослу хвост краской, ставили этого осла в темный чулан и предлагали всем подозреваемым по очереди зайти туда и дернуть осла за хвост. Говорили, что это магический осел, что если его дернется хвост виновный, то осел обязательно закричит. Учитывая то, что хвост у осла был в краске, когда выходил человек, у которого руки в краске не были, считалось, что он побоялся, значит, он виновен. Это такие аналоги, очень древние аналоги современного полиграфа. На самом деле, в полиграфе все совсем по-другому. Существуют датчики определенные, которые снимают психофизиологические реакции, показательные психофизиологические реакции в ответ на вопросы полиграфолога. И в зависимости от того, какие вопросы вызывают у человека наибольшее волнение, а на те вопросы считаются значимыми темами. Это не значит, что человек повиновен во всем пунктам. Это значит, что эти темы стоит с ним дополнительно обсудить и выяснить, что же там происходило в этой ситуации. И последний метод буквально в двух словах – это «майндридер». То есть эта технология, основанная… Метод называется «психозондирование», основанный на теории Смирнова, академика. Он заключается в том, что человеку предъявляются постпороговые стимулы. То есть это стимулы, которые человек не успевает увидеть глазом, не успевает понять на сознательном уровне, успевает только бессознательно их воспринять. Значит, на экране быстро появляются слова, поверх слов появляются цифры. У человека в руках кнопка, на нем одеты наушники. Он смотрит на экран, при появлении каждой цифры он должен решать, нажимать ему на кнопку или не нажимать. То есть метод рассказывать ему в двух словах очень долго, поэтому я только так обозначу.